Съемка репортажа Процессы и оборудование Репортаж Основное Вообще, что Делается на телевидении и в новостях Это Жанр Самый главный Который передает какую-то информацию Новость Поэтому все, что вы видите в новостях Можно назвать Совершенно Спокойно репортажем Это не просто так Репортаж Субъективный жанр Так как репортаж Делается С точки зрения репортера Находящегося на месте событий То есть его глазами Ну и глазами оператора, который снимает это все видео И репортер, который будет рассказывать об этом То есть вас Поэтому априори У вас не получится быть абсолютно Объективными и непристрастными У вас будет точка зрения Которую вы будете так или иначе Через свой репортаж Рассказывать зрителям Эта точка зрения должна быть взвешенная Грамотная Этому вас учат Как писать текст И так далее Но репортаж сам себе Вот Он останется субъективным Это неплохо Не нужно думать Что вот нам нужна информация Беспристрастная В которой нет мнения Такая информация Людям скучна Это просто набор фактов Вот как Некоторые учебники истории Сейчас может быть лучше Хотя я не знаю Я не знаком с современными Просто перечислялись События Даты Никак не объяснялись Вернее Не объяснялись Конечно Но Когда просто перечисление Фактическое Это скучно А когда личное мнение И какой-то Субъективный Тоже Взгляд Какой-то На процессы Происходящие Это уже интересно Поэтому людям нравится Слушать мнения Других людей И свое мнение Высказывать тоже нравится Вот через репортаж Репортер По сути И должен Проинформировать И должен Поделиться Какими-то мыслями Репортаж Снимается Естественно Не в одиночку Для этого Съемочная группа Нужна Мы Классический Возьмем Например Репортаж Когда мы Едем Куда-то На съемку Съемочной группе У нас есть Корреспондент Который Должен Будет Написать Текст И скомпоновать Все Что будет Снято Записано С кем Он Сможет Поговорить Продюсер Продюсер Это Хорошая Должность Желательная Но В 90% Случаев Продюсера У вас На съемке Не будет В некоторых Американских Передачах Фильмах Вы можете Увидеть Что там Съемочная группа С продюсером Ездит То есть Продюсер Занимается Организационными Моментами Он Позволяет Съемочной группе Не задумываться Куда поехать С кем Беседовать Продюсер Это думает Договаривается Созванивается И съемочная группа Прямиком Идет К тому Человеку С которым Договорились Кто будет Рассказывать О том Что нужно Оператор Естественно Человек Который Снимает На видео Кто профессионально Владеет Камерой Должен Снять Весь Процесс Что происходит Все это Зафиксировать Оператор Естественно Слушает Корреспондента Потому что Оператор Он может Снять Самостоятельно Какие-то Вещи Но Он же Не беседует Со спикерами Оператор Лишь Следит За техникой А с людьми Беседует Корреспондент И Как раз Корреспондент В беседе Обдумывает Что ему Нужно Будет Выделить Какие Основные Мысли Что еще Доснять На что Акцентировать Внимание И об этом Корреспондент Сообщает Оператору Что необходимо Осветить Вот это Вот это Необходимо Нам заснять Еще это Снять С таких Ракурсов То-то То-то И оператор Уже исходя Из этой задачи Выполняет Свою работу Звукооператор Тоже должность Хорошая Но не обязательно Звукооператор Это по сути Помощник оператора Который Который занимается Только звуком Когда Сложные Происходят Какие-то Со звуком Записи Когда нужно Подержать Кому-то Удочку Когда интервью Какие-то Большие Когда Несколько Человек Беседуют То Звукооператор Необходим На площадке Звукооператор Следит За уровнем Звука Следит За тем Что все Работает Исправно За тем Чтобы звук Был записан Безупречно Ассистент Но ассистент Ассистент То есть Помощник Для всех Чаще всего Ассистенты Для операторов Поднести Штатив Подержать Ту же удочку То есть Может не быть Звукооператора Не быть Продюсера И даже Может не быть Ассистента Но ассистенты Это более Распространенная Должность И она Как раз Ну помощник Как раз Нужен И оператору И иногда Корреспонденту Но ассистент Не помогает Корреспонденту Искать кого-то Это Немножко другое Ассистент Техническая Должность То есть Он помогает В технических Вещах Каких-то Режиссер Это тоже Хорошая должность На съемочной площадке Режиссер Может помочь Придумать Вам сцену Как ее Снять Корреспондент Например Придумал Вот мне нужно Снять Прогулку По реке Режиссер Уже Разрабатывает План Как это Сделать Или Мне нужно Снять Красивое Интервью Говорит Корреспондент Вот с таким-то Важным Важным Человеком Режиссер Смотрит Ага Где Это Можно Снять Как Посадить Как Расставить Камеры Чаще всего Режиссер Совмещается С оператором То есть Оператор Продумывает Это Либо Режиссер Совмещается И с корреспондентом И с оператором То есть Такая Понимаете Если Есть В штате Режиссеры Которые Ездят На съемки Это Здорово Но Чаще всего В новостях Их нет Потому что Слишком большая Группа Получается Менее Мобильная За счет Этого Когда Меньше Людей Быстрее Их Можно Отвести А тут Собери Сначала Режиссера Корреспондента Всех И погрузи В одну Машину Вези А тут Два Человека Они Всегда На работе Оператор Корреспондент Так Обычно Функции Как Расставить Камеры Как Снять Выполняет Оператор Это Чисто Технический Подход Но Корреспондент Говорит Что бы Он Хотел Получить В результате Если Оператор Профессиональный То Сделает Все Так Как Нужно Чтобы Было Действительно Приятно Смотреть Бывают Просто Очень Сложные Системы Темы Когда Режиссер Просто Необходим В сложных Постановочных Съемках Каких-то Для Репортажей Бывают И Такие Когда Нужно Человеку Пройти Туда Выйти Здесь Чтобы Объяснить Что-то Какую-то Вещь Вот Такая Съемочная Группа Подготовка К съемке Прежде Чем Вообще Выезжать Нам Нужно Провести Минимальную Подготовку Если Конечно Это Вообще Возможно Бывают Такие Случаи Что Мы Не Можем Предвидеть Обычно Съемку Планируют Какое-то Событие Заранее Нам Известное Например Выставка Пройдет Там-то Там-то Продлится Столько Столько Мы знаем Об этом Событие Мы его Планируем И мы Подготавливаемся К нему Собираем Предварительную Информацию Зачем Вы Как Корреспондент Приезжая На место Не будете Теряться Что Вам Делать Вы Приехали И Увидели Все И Кому Вам Подойти Что Спросить О чем Рассказать Поэтому Еще На месте В студии Вы Предварительно Находите Какую-то Минимальную Информацию От Чего Вам Отталкиваться Если Это Возможно Потому Что Если Произошло Какое-то Экстренное Событие Авария Какая-либо Вы Знаете О том Что Это Авария Она Произошла Там То Все Вы Больше Ничего Не Знаете Больше Собрать Информации Не Откуда Поэтому Придется Работать Без Сбора Предварительной Информации Следующий Пункт Подготовка Списка Спикеров Тоже По возможности Люди Которые Могут Рассказать О данном Конкретном Событии В этом Месте Это Могут Быть И Официальные Лица С Могут Быть И Заявления Официальные Каких-то Служб Города Еще Какие-то Официальные Просто Список Чтобы Вы Придя На Место События Вы Приезжаете Съемочная Группа Приезжает На Место События Вы Не Должны Стоять И Думать Кому Мне Подойти А Что Мне Спросить Вы Должны Хотя Б Примерно Уже Знать Кто За Что Отвечает Кто Главный Кто Может Вам Дать Комментарий Кто Не Будет Давать Комментарий Вот Такой Список Людей У Должен Уже быть Не Обязательно Должен Быть Написан Если Вы Имеете Опыт И Уже Ездили На Какие Например Возьмем Вы Спортивный Корреспондент Вы Уже Примерно Представляете Где Какие События Происходят Уже Были На Таких Событиях Вы Знаете Кто Главный В Команде Знаете Кто Главный Кто Отвечает За Этот Вид Спорта Вам Не Нужен Списк Составлять Вы Уже Имеете Его В Голове Вы Просто Приедете Если Вы Найдете Этого Человека Вы Просто Спросите У него Несколько Вопросов Или Запишите Интервью И Потом Уже Дальше Пойдете Работать С Остальными Согласнование Хронометража И Тема Тема Обозначается Редактором Который Отвечает За Новости За Блог Либо За Передачу Для Того Чтобы В целом Передача Смотрелась Более Стройно Чтобы Она Была Интересна Зрителю Редактор Помогает Выбрать Тему Ту Или Иную Если Уже Есть Какая-то Информация О Событии Уже Заранее Если Информации Нет То Приедя На Место И Узнав Какое-то Предварительное Данное Побеседовав С кем-то Вы Созваниваете Со Своим Шефом Говорите Вот Есть Такие 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 Темы Какие Нам Нужно Согласуете В результате Хронометраж Его тоже Нельзя Определить Сразу Событие Может Быть Первоначально Оказаться Массовым Каким-то Масштабным А Придя На Место Вы Обнаруживаете Что Там Два Человека Ходят С Которыми Даже Побеседовать Нельзя То Есть Настолько Незначительное Что Вы Не Можете Спланировать Какой Хронометраж Вашего Репортаж Будет Маленьким Или Большим Это Предварительная Подготовка То есть Вы Планируете Договариваетесь С оператором Так как Не один Человек Работает А съемочная Группа Вы Договариваетесь С оператором С какой Хронометраж У вас Будет Репортаж Сами Понимаете Если Ваш Репортаж Две Минуты Оператор Должен Снять Один Объем Видео Если Это Шесть Минут То Должен Снять Значительно Больше Видео Иначе Вы Не сможете Проиллюстрировать Свой Репортаж Поэтому Очень Важно Заранее Объяснить Что Вы Хотите И Сколько Нужно Материала Чтобы Не Оказалось Вы Приезжаете На Базу Уже После Съемок А у Вас Там Два Плана Снято А потому Что Вы Просто Не Сказали Оператору Что Ему Нужно Снять То 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 Так Такие Элементарные Вещи Они Оказывают Очень Большое Влияние На Работу И Очень Часто Люди Потом Жалеют О том Что Просто Не Подготовились Не Потратили 15 Минут Перед Выездом И Не Собрали И Не Договорились С кем То С Оператором Тем же Необходимые Вещи Ему Не Сообщили Потому Что Оператор Тоже Должен Быть В Что Будет Происходить Не Обо Все Информации Но Нужно Дать Представление Общее Например У вас Какое-то Массовое Событие Есть Сцена С Выступающими Есть Люди Которые Пришли Посмотреть Вам Нужно Объяснить Что Оператору Нужно Будет Снимать Что Вы Конкретно Хотите Передать Массовость Ли Наоборот Ли Хотите Интервью Ни С кем Не Записывать А Показать Концерт То есть Ему Не Нужно Будет Снимать Людей А Нужно Будет Снимать Только Концерт Для Этого Его Нужно Проинструктировать Иначе Вы Получите Что-то Среднее То То есть Вы Получите Кучу Людей И Получите Куски Концерта Которые Вам Потом Никак Не Собрать Друг С Другом А Вам Нужно Наоборот Было Прописать Такое Целое Выступление Разница Огромная Подготовка Элементарная Подготовка Должна Проходить Всегда Когда Вы Будете Снимать Свой Маленький Репортаж Репортаж Кстати Снимите О чем Хотите Вот Любую Тему Возьмите Которая Вам Просто Знакома О Каком-то Магазине О Каком-то Памятнике В сквере О чем Хотите Мы Не будем Опять Придираться К Вашим Словам Мы Посмотрим Как Вы Просто Попробуйте Построить Его Самостоятельно Здесь В качестве Съемочной Группы Вы Сами Конечно Если У вас Есть Помощник Который Поможет Вам Снять Вас Было Бы Хорошо Но Можно И Самостоятельно Все Сделать Необходимое Оборудование Для Съемки Так Как Мы Кучу С собой Везем Еще Оборудование Мы Не Просто Так Налегке Едем Что Же Мы Берем С собой Видеокамеры Штативы Обязательное Оборудование Для Того Чтобы Записать Видеоролик Иначе Никак Микрофоны Петлички Микрофоны Как Я Уже Говорил Берутся Разные Одни Для того Чтобы Записать Быстрые Интервью Петличные Микрофоны Чтобы Длительную Какую-то Вещь Записать В более Комфортных Условиях И более Качественно Кабели Удлинители Вы не Представляете Себе Насколько Такие Элементарные Вещи Какой-то Удлинитель Может Помочь В проведении Съемки Если Если Это В умещении То Удлинитель Здесь Поможет Оператору Отойти Подальше Поставить Камеру На Общем Плане И Снять Более Это Красиво Либо Вдруг Вышел Какой-то Кабель Из строя Требуется Замена И Используется Для этого Дополнительный Комплект Кассеты И Диски Сейчас Камеры Современные Камеры Которые Записывают В HD Формате Они Уже Используют Не Кассеты А Именно Диски Разные Разные Носители Флэш Носители Либо Специально Перезаписываемые Диски Используются Так как Объем Информации Больше Еще Недавно Использовались Кассеты Ленточные Дополнительная Оптика Она Нужна Для того Чтобы Как-то По Интересным Ракурсам Снять Видео Но Это Чаще Всего Бывает Дополнительный Объектив Широкоугольный Например Объектив Мобильный Свет Вот Сейчас Мы С вами Находимся В аудитории Где Даже Если Мы Включим Свет Его Достаточно Мало Для Съемки Поэтому Нам Нужен Дополнительный Свет Если Мы Не Возьмем На Съемку С собой Откуда Мы Еще Возьмем На Месте Его Не Будет Поэтому Нам Нужно Всегда Брать С собой Дополнительный Свет Это Может Маленький Прожектор Который Крепится Непосредственно На Видеокамеру И Когда Человек Перед Нами Выступает Мы Записываем С ним Интервью Свет На него Направлен И Мы В результате Можем Записать Более Качественную Картинку Из Темноты Даже Можем Человека Вырвать И Записать И Аккумуляторы Дополнительные Для Того Чтобы На всякий Случай Иметь Запас Вдруг У нас Сядет Один Аккумулятор А нам Придется Снимать Больше Ведь Мы же Не знаем Сколько Конкретно Нам Нужно Будет Снять Материал Чтобы Осветить Полностью Событие Чтобы Оно Было Значимым Интересным Запасные Аккумуляторы Это всегда Необходимо Просто Для Маленьких Камер Аккумуляторы Маленькие А для Телекамер Аккумуляторы Значительно Больше Они Крупнее И Тяжелее Поэтому Дополнительный Аккумулятор Это значит В его сумку Положить Еще Два Килограмма Вот так Если Ну Все по-разному Все зависит От интенсивности То есть Может быть На полчаса Может быть Если включить Накамерный Свет Который Питается От Аккумулятора Камеры То Очень Быстро Посадит Батарею Если Записывать Интервью Непрерывно Это тоже Сажает Батарею Быстрее Чем Те же Самые 10 минут Вместо 10 минут Интервью 10 минут Оператор Сделает Подсъем Мероприятия Самого То есть Здесь Все зависит От интенсивности Использования Но Аккумуляторы Дополнительные Это Всегда Нужно Брать С собой Вы Как Журналисты Зачем Это Вам Вы Ответственны За Репортаж То есть Представляете Если Вы Могли Проконтролировать Но Не Сделали Этого И В результате Получился Сбой В результате Чего-то Не хватает Вы Не Можете Продолжить Съемку Потому Что У вас Сели Аккумуляторы Ну Все Можно Конечно Попросить У коллег Но Коллеги Тоже Бывают Вредные Они Скажут Нам Нам Самим Надо И Все И Придется Развернуться И Уехать На Базу В результате У вас Что-то Снято А Что-то Не Снято А Может Там Что-то Было Важное Тогда Редактор Будет Ругать Вас А Не Оператора Потому Что Вы Не Проконтролировали И Не Уточнили Имеется Дополнительный Аккумулятор Потому Что У нас Длительная Может Быть Что Вот Так И Так Надо Взять Или Нам Придется Снимать В Помещении Нам Нужен Свет С собой И Оператор Берет Потому Что Свет Сейчас Я вам Покажу Во Это Дополнительный Свет Это Явно Больше Чем Камера Это Огромная Сумка Тяжелая И Там Бывает Несколько Светильников Все Зависит От Комплектации Вот Смотрите Что Здесь Сумка В Которую Все Складывается Три Штатива Три Светильника Это Отражатель Для Того Чтобы Направлять Зайчиком Свет На Героя Это Питание Блоки Питания Зонтик Тоже Отражающий Свет Ну И Крепление Это Все Очень Тяжелое И Не Каждый Раз Берется Собой Не На Всякую Съемку Но Если Возможность Такая Будет Что Нужно Снимать В темноте Полумраке То Придется Брать Свет По Другому Никак На Камерного Света Может Быть Недостаточно А Три Прожектора Это Зачем Чтобы Посвятить На Человека Сбоку Чтобы Выставить Свет Красиво Чтобы Получилось В результате Картинка Достойная Чтобы Это Не Было Колхозным Производством Колхозным Телевидением Чтобы Это Было Солидно Вот Так Вот Теперь По Порядку Еще Картинки Покажу Камера Штатив Камера Как Вы Видите Большая На Ней Много Всевозможных Переключателей Разъемов Вот Это Уже Камера HD Формата Современного Современного Телевидения Которое Используется Вообще Они По Размеру Не Очень Сильно Изменились За Последнее Время Потому Что Те Камеры Даже Которые Вот Обычное Телевидение SD Качество Они Такого же Размера Большую Часть Здесь Занимает Объектив Потому Что Он Просто Больше Так Он Позволяет Приближать Удалять Я Вам Уже Немножко Рассказал Об этом За Счет Вот Этих Функций Опций Можно Не Бегать К Далеко Расположенным Объектам И Выстроить План Более Интересно То есть Не Надо Постоянно Перемещаться Взад Вперед И Качество Соответственно Таких Камер Гораздо Выше Так Как Здесь Множество Разъемов Профессиональных Как Можно Подключить К примеру Находясь На пресс-конференции Подключить Общую Линию Микрофонов То есть Вы будете Не свой Микрофон Ставить Каждому Спикеру А Подключитесь К Сети Которая Вам Дает Сигнал От Каждого Микрофона Поэтому Вам Проще Будет Работать У вас Будет Качественный Звук Сразу Записываться На Камеру Штатив Вы Наверняка Видели Штативы Тоненькие Легенькие Да Даже Может У кого-то Есть Кто Любит Фотографировать Или Снимать Для Телекамер Штативы Могут Быть Только Большие Массивные Надежные С чем Это связано Камера Во-первых Нелегенькая Тяжелая Во-вторых Сам Штатив Должен Быть Фиксированным Должен быть Надежным Когда Ставится На него Камера Которая Стоит Довольно Дорого Он Не Должен Случайно Упасть Все Крепления Должны Быть Очень Надежными Сам Штатив Должен Весить Определенный Вес Чтобы Фиксировать От ветра К примеру Камер Потому что Если взять Фотоштатив Легенький Алюминиевый Он даже От ветра Колышется А такой Штатив Все-таки Более Надежный Потом Все Возможные Опции С панорамами Вертикальными Горизонтальными Видите Вот здесь Здесь не резьба Просто такие Рисочки Нанесены Поворот Этот Горизонтальный Поворот И вертикальный Вот тоже Колесико Штатив Позволяет Делать Плавные Панорамы Всевозможные Съемку Осуществлять В полном Объеме И Естественно Он Высокий Может быть Фотоштативы Ну Сколько Они Максимально Раздвигаются Ну Полтора Метра Метр Шестьдесят Такие штативы Почти до двух Метров Могут Раздвигаться Это позволяет Поставить Камеру Даже Выше Человеческого Роста Так Чтобы Снимать Поверх Голов Если Это Потребуется Соответственно Все Вот Эти Колена Они Должны Быть Такие Же Надежные Все Вот Эти Трубки Они Не имеют Права Погнуться Они Должны Выдерживать Весь Этот Вес Поднятый На Высоту Ну И Кофор В Который Складывается Этот Штатив Штатив Вещь Нужная И Тяжелая Берется На Все Съемки Конечно Сейчас Вы Могли Видеть По Телевизору Очень Часто Кадры Шатающиеся Эта Съемка Явно Без Штатива Когда Оператор Ставит Камеру На Штатив Шатающийся Кадр Невозможен Это Надо Умудриться Так Снять Тогда Если У вас Фиксирована Камера Пошатать Все Это Вместе Поэтому Рекомендовано Максимально Снимать Со Штатива Хотя Он Ограничивает Передвижение Естественно Он Раскладывается Когда Представляете Себе Вот Крохотный Штатив И Увеличьте Его В несколько Раз Он Займет Вот Такую Площадь Вокруг Себя С ним Просто Так Не Походишь Везде Еще Оборудование Частично Я уже Показывал Микрофоны Микрофоны Разные Радиомикрофон Который Можно Поставить Перед Спикером Петличка Вот Например Комплект Радиомикрофон Вдруг Понадобится Вдруг Вы захотите Сделать Стендап То бишь На камеру Рассказать Какой-то Маленький Кусочек Информации Для этого Вам потребуется Радиомикрофон Чтобы оператор Мог Свободно От вас Отойти Чтоб Вы Могли Пройтись А если Между Вами Будет Шнур Висеть Представляете Какой Будет Стендап Вы Будете Больше Контролировать Шнур Чтоб Не Запутаться Не Упасть Или Оператор Не Сможет Далеко Отойти Потому Шнур Будет Коротковат Поэтому Нужно Комплект Разные С собой Брать Чтобы Сделать То Что Вы Действительно Задумали Носители Информации Вот Кассета MiniDV Пленочная Кассета А это Флеш Накопитель Пленочные Кассеты Достаточно Долго Использовались Это Уже Цифровая Запись Не Аналоговая Цифровая Магнитным Способом Записывается Цифровая Информация Качество Картинки Хорошее Но Пленка Она же Ограничена Тем Что Ее Нужно Сгонять В реальном Времени По-другому Не Получается Потом Пленка Изнашивается Через Какое-то Время И На нее Ограниченное Количество Можно Поместить Естественно То есть Кассета На сколько Минут Не Подписано Может Быть 60 Минут 30 Минут Кассеты Разные Профессиональные Пленка Прокручивается В реальном Времени И на нее Магнитным Образом Записывается Информация Вот Собственно Такая Была Запись Сейчас В телефонах Видеокамерах Используется Файловая Система Просто Создается Файл Который Можно Скопировать Перенести В компьютер И сразу Начать Его Монтировать Это Быстрее Быстрее Чем Было Совсем Недавно Это Широкоугольный Объектив Зачем Он Нужен Когда Помещение Либо Какой-то Объект Не Помещаются В кадре Но Нам Нужно Как-то Передать Атмосферу Допустим У нас Есть Дом И он У нас Просто Не Помещается В кадре Из-за Физических Особенностей Объектива Нам Нужно Отойти Настолько Далеко Чтобы Дом Поместился А Если Мы Поставим Просто Напросто Насадку На Объектив То За счет Дополнительной Линзы У нас Уже Дом Поместится Будет Широкий Угол Объектива И Дом В результате Полностью Поместится И Нам Не Нужно Уходить Далеко За счет Этого Либо Мы Находимся В Небольшой Аудитории Где Тоже Особо Места Нету А как нам Показать Что Вот Вы Все Сидите Вот Например На GoPro Установлены Широкоугольные Объективы И Сейчас Она Снимает Видит И То Что На Доске Написано Весь Вот Этот Угол То Есть Очень Широткий Угол У нее За счет Своего Объектива Линзы Дополнительный Объектив Берут С собой Просто Объективы Возить Это Нужно Аккуратно Это Нежная Техника Поэтому Их не всегда Берут Но Желательно Иметь Он Может Пригодиться В самом Неподходящем В самом Случайном Моменте Каком-либо Вдруг Понадобится Никто же Не знает Заранее Что Что Мы Снимем Что Мы Будем Снимать Какой Объект А Вот Объектив Лежащий В машине Там В Кофре Может Нам Пригодиться Это Мы Посмотрели Так Этапы Работы Когда Мы Приехали На Съемочную Площадку Вот Что Мы Собственно Делаем Записываем Интервью Двух Сторон Вопроса Я Написал Двух Сторон Вопроса Но Это В идеале Конечно Если У нас Какая Проблемная Проблемный Репортаж То Нам Нужны Две Стороны Которые Свою Точку Зрения Рассказывают Бывает Репортаж Событий Когда Что-то В процессе Происходит Нам Нужна Просто Чья-то Точка Зрения Или Официальное Заявление То есть Мы Записываем Интервью Зачем Нам Вообще Интервью Так Как Мы Его Вставляем Внутрь Своего Репортажа Не Полностью А Какой-то Фрагмент Берем Нам Нужно Дополнительную Информацию Получить Откуда Мы Получим Когда Мы Побеседуем С Человеком Который Знает О Событии Больше Чем Мы И За счет Вот этой Информации Которую У него Спросили Мы Дальше Будем Строить Свой Сюжет Свой Репортаж Выяснять Какие-то Вопросы Это Можно Сделать За кадром Частично Побеседовав Заранее И Обговорив Давайте Мы с вами Поговорим Вот такой Вопрос Я вам Задам И Этот Человек Ответит На Конкретный Вопрос Видеофиксация События Это Делает Оператор Который Все событие Должен Снять Но Физически Никакой Человек Не может Снять Абсолютно Все Невозможно Поэтому Оператор Должен Иметь Задачу Что Первичнее Что важнее Снять Что Передать Требуется Но Зафиксировать Основное Что происходит Оператор Должен В любом Случае Это Как бы Общее Такое Фундаментальное Съемка Видеоиллюстрации Это Дополнительная Видеозапись Ну как Она Чаще всего Не Не используется Но Никогда Не Но Иногда Возникает Необходимость Что Требуется Дополнительные Кадры Какие То И Вот Как раз Видеоиллюстрации Это Маленькие Сценки Люди Идут Там Смотрят Газеты Какие-то Дополнительные Подсъемы Которые Не Играет Главные Роли В событии Но Может Помочь Вам Создать Ваш Репортаж Потому что Когда Монтируешь Репортаж Уже На Монтажном Посту Нужно Иметь Какие-то Запасные Планы Немножечко Нейтральные Чтобы Переходить От Одного Сюжета К другому От Одной Темы К другой То есть Это Не Основная Съемка А Как бы Подсъем Дополнительный Его Можно Сделать Вообще В самую Последнюю Очередь Либо Между Делом Когда Есть Паузы Между Этапами Съемки Записали Интервью Пока Вы С кем-то Еще Договариваетесь Говорите Оператору Можно Подснять Как Люди Ходят По Бульвару Он Буквально Снимет Несколько Дополнительных Планов Которые Вдруг Могут Вам Пригодиться А могут Не Пригодиться Но Лучше Иметь Дополнительный Материал Чем Потом Думать Что Делать Как Выкручиваться Что Не Нужно Допускать В Репортаже Что Приведет К Отрицательному Как раз Воздействию Отрицательному Мнению Публики О Вашем Репортаже Нельзя Чрезмерно Окрашивать Его Нельзя Сыпать Эпитетами Великолепно Прекрасно От вас Не этого Ждет Зритель Зритель Ждет Объективного Взгляда Взвешенного Грамотного А Эпитет Это Эмоция Излишняя Эмоция Это Не значит Что Вы Не должны Вообще Проявлять Эмоции Быть Железобетонными Объективно От вас Ждут Объективности Объективности Как мы Уже В самом Начале Выяснили Репортаж Это Субъективная Вещь Поэтому Вы Не можете Быть 100% Объективными Но вы Должны Сдерживаться Да Потом Нельзя Использовать Сомнительные Или Непроверенные Факты Если Вам Кто-то Что-то Сказал Если Этот Человек Недостаточно Компетентен Он Может Ошибиться Вам Нужно Эту Информацию Проверить Прежде Чем Говорить Самим Об Этому Это Всегда Ваша Ошибка Непроверенная Может Стоить Вам Карьеры Вас Могут Уволить Вас Могут Оштрафовать Все Зависит От Того Что Вы Ляпнете Случайно Поэтому Все Факты Желательно Проверять И Это Ваш Имидж Имидж Имеется Ввиду Профессиональный Если Вы Грамотный Всегда Подходите Грамотно К тому Что Говорите Вам Люди Больше Доверяют Потому Что Не знают Уже Вас И знают Что Вы Всегда Грамотно Говорить А Если Вы Допускаете Каждый Раз Какие То Ошибки Они Же Так Или Иначе Проявляются И Потом К Вам Уже Доверия Не Будет И Также Не Стоит В Репортаже Утверждать Что Без Подкрепления Видео Я Имей Ввиду Именно Утверждать Потому Что Можно Произносить Информацию Так Часто И Происходит Которую Вы Не Можете Проиллюстрировать На 100% Видеокартинкой Вы Не Можете За Кого То Заявлять Какие То Вещи За Официальных Лиц Желательно Это Подкреплять Например Тем Же Интервью Кусочком Интервью Человека Который Это Заявил Можете Так Сказать А Вот Тот Тот По Этому Поводу Сказал Вот Такие Слова И Дальше Идут Кусочек Интервью Маленький Сразу Остерегайтесь Таких Вещей Или Десять Раз Подумайте Прежде Чем Что Подобное Сделать Из Чего Состоит Репортаж Ну Естественно Из Фактов Из Мнений Людей Мнения Зачем Нужны Чтобы Создать Дискуссию Какую-то Чтобы Не просто Вы были Оратором Который Говорит О каких-то Фактах И Больше Ни О чем В Репортаже Должна Создаться Атмосфера Обсуждения Поэтому Нужно Несколько Сторон Которые Имеют Свою Точку Зрению По Одному И тому Же Вопросу Мнения Должны Быть Мнения Чаще всего Интервью Заявление Заявление Официальных Лиц Давайте Сразу Для Себя Решим Что Если Официальное Лицо Что-то Говорит Мы На него Можем Ссылаться Можем Давать Его Речь Прямую Речь Если Это Официальный Человек Депутат Или Какой-то Высокопоставленный Работник Директор Завода Он Говорит Про Свой Завод Он Компетентен Потому Что Мы Априори Не будем Считать Что Он Некомпетентный Плохой Директор Это Уже Не Наша Забота Он Ответственный За Что-то Он Может Сделать Заявление Или Это Какая-то Компания Которая Разлила Нефть Они Тоже Сделают Своё Заявление И Нам Нужно Это Заявление Использовать Так Как Это Часть Информации Часть Общей Картины Мы Должны Как-то Это Вплетать В Общую Конву Иметь В Ввиду Стендап Стендап Это Ваше Заявление Вы Репортеры Вы Очевидцы События И Если Нет В репортаже Вашего Стендапа Это Уже Плохо Уже Сомнительно Что Вы Репортеры Только Доказав Зрителю Что Вы Были На Месте Событий То Есть Записав На Камеру Свою Речь Какую-то Идею Мысль О Событии Вы Покажете Что Вы Репортер Что Вы Очевидец Что Вашим Словам Можно Верить Бридж В кавычках Это То Что Тоже Стендап Просто Он Находится Внутри Репортажа Может Быть Вначале Открывающий Стендап Когда Вы Начинаете Я Нахожусь У Государственной Думы Сегодня Там Проходит Такое Чтение Такого Закона К примеру А потом Еще Там Видеоряд Синхроны Или В конце Вы Тоже Говорите Вот Так Прошел Сегодня День В этих Пробках Ужасных У этих Людей Которые Здесь Простояли Пять Часов С вами Был Тот Тот То есть В финале Репортажа А внутри В серединке Переходной Называется Бридж Просто Это чисто Название То есть Между Двумя Какими-то Небольшими Темами Внутри Одного Репортажа Тоже Стендап Вот Такие В общем-то Простые Части Все Репортажи Состоят Из них Жанры. Жанры репортажа. Событийный репортаж. Когда что-то где-то произошло, и об этом идет речь. Все довольно просто. Аналитический или тематический репортаж. Чаще всего, слава богу, плохих событий происходит мало, больше событий, которые мы заранее знаем. Что-то пройдет где-то, там выставка, мероприятие массовое или еще что-то. Мы об этом знаем заранее, за несколько дней даже бывает. Это и до того, как будет сделан событийный репортаж с места событий, можно сделать аналитический репортаж и выпустить его за день или в тот же день накануне. Проанализировать ситуацию, рассказать историю, показать какие-то архивные кадры или просто побеседовать с людьми, которые готовили события. Проанонсировать, по сути. Прямое включение. Когда человек находится на месте событий и непосредственно то, что он говорит в камеру, идет в эфир сразу. Это могут быть еще дополнительно видеокадры, которые заранее были сняты, либо только картинка прямого включения. Если смотрели канал Москва 24, они делают прямые включения даже с автомобильных дорог, там где пробки. Показать реальную обстановку сейчас. Людям интересно в новостях посмотреть, где можно сейчас проехать, а где вдруг встанешь в пробку. И как раз в данном случае прямое включение очень подходит. В реальном времени показывать ситуацию на дороге. Потому что если это будет запись, представляете, пробка была, через полчаса ее нет, а полчаса вы ехали только до студии. Не имеет смысла уже выдавать такой материал. И есть еще жанр репортажа без комментариев. Когда идет только видеокартинка, где действительно есть какие-то свои шумы, что-то происходит, где не требуется постоянный комментарий, и так все понятно. Это тоже имеет место быть. Своего рода это непредвзятый взгляд на события без комментариев. Вы сами видите, что происходит. Событийный репортаж, что в нем, как он из чего состоит. Ситуативный, то есть не запланированный. Вдруг произошел теракт, никто ничего не знает, и по ситуации создается событийный репортаж. Такое бывает. И стараются как можно скорее съемочные группы приехать на место событий. Потому что если они приедут позже, чем событие само происходит, если оно настолько закончится, что уже снимать будет нечего. Придется использовать какие-то другие источники, чтобы проиллюстрировать. Или, например, прорвало канализацию, например, где-то. Пока это не ликвидировали, это нужно зафиксировать и сделать репортаж ситуативный. Если мы приедем, а канализацию уже перекрыли, мы опоздали. Причем ситуативный репортаж, он хорош, когда свеж. Его как можно скорее нужно выпустить в эфир. Твердый или запланированный репортаж, когда мы знаем о каком-то событии, подготовились к нему, поехали на него и создали из этого события репортаж. Вот у нас получился такой запланированный репортаж заранее. Какую-то информацию мы уже владели или просто знали о событиях. Предыстория или анонс события. Когда очень часто бывает какое-то готовится большое мероприятие, может быть политическим, экономическим, например, экономический форум в Питере. Это событие, которое мы знаем, знаем, что оно будет важным, но пока не знаем, что будет на нем. Но можно создать предысторию, что было на предыдущих таких же мероприятиях и как готовится это мероприятие. Очень часто можно заметить такие предыстории в аналитических программах или в итоговых программах новостей за неделю, когда говорится, вот на следующей неделе будет такое-то большое событие и о нем, и оно вот такое, там будут такие-то гости, они будут обсуждать такие вопросы. Вот собственно предыстория идет. И комплект репортаж. Есть еще такая подтемка. Это когда есть репортаж с места события, например, событие в Сирии, война. Идет репортаж, корреспондент, который с места событий передает. И к нему еще добавляется комплект репортаж, который был записан или снят дополнительно, который сообщает еще какую-то информацию не по теме репортажа, а дополняя ее. Ну, например, рассказывая о президенте Сирии. Дополнительно какую-то информацию дает, связанную с предыдущим репортажем. Вот получается у нас комплект репортаж, подготовленный. Он также может быть и ситуативным, и может быть запланированным. Возможно такое. Но чаще всего он будет просто запланированным заранее. Чтобы тема, например, той же Сирии была в блоке новостей раскрыта полностью. Чтобы зрителю всю информацию выдать на данный момент, все что важно рассказать. И дальше следующая тема пойдет. Информационный повод. Вообще, когда что-либо сообщается в новости, это нужно зачем-то. Должен быть повод. Это должно произойти сегодня. Это тоже повод. Или произошло сегодня. Это повод в новости. Но если это произошло две недели назад, то это явно же не повод рассказывать о том, что произошло две недели назад сегодня. Вот некоторые информационные поводы, чаще всего, с которыми вы будете сталкиваться, если будете что-либо писать или снимать для телевидения или вообще для радио, для газет. Конфликт, столкновение интересов людей, стран, организаций. Это могут быть и теракты, и митинги, и военные действия. Очень распространенная тема. Сейчас, в первую очередь, ее показывают по всем каналам. Это тема номер один вообще. Катастрофы, аварии, стихийные бедствия, другие чрезвычайные происшествия. Вообще, мы уже очень привыкли ко всем стихийным бедствиям, авариям. Мы уже настолько не обращаем на это внимание, но это тем не менее повод рассказать. Это информационный повод. Очень сильный, очень мощный. Катастрофы. Просто мы уже и большие начальники на телевидении уже не считают это главными новостями. Какое-нибудь стихийное бедствие. Ну да, там где-нибудь в Китае смыло. Сколько-то тысяч людей. Ну да, стихийное бедствие. То есть, настолько уже замылись, нам обо всем об этом говорят со всех сторон, что мы не воспринимаем это как информацию. Ну да, события. Последствия какого-то значимого события, новые факты какого-то громкого происшествия. Когда какие-то дела судебные идут, к примеру, вот дело заканчивается, расследование заканчивается, выносится приговор. Это повод, информационный повод создать репортаж на основе этого информации. Новости, политики, экономики. Ну это понятно. Политики постоянно что-нибудь придумывают, какие-нибудь законы издают, сами что-то придумывают, какие-то реплики высказывают. И новости сразу это подхватывают, как информационный повод. Жириновский сказал такую-то вещь. Смотрите, все смотрите, посмейтесь над ним. Это информационный повод. Новости культуры, спорта. Открылась какая-то выставка, прошло какое-то соревнование спортивное. Это тоже информационный повод. Тем более, если есть победители города, области, страны. Это нужно же кем-то гордиться. Нужно создавать героев. Вот новость для этого требуется. Значимые события из жизни известных людей. Сейчас это больше даже не новости стали делать, а передачи целые, посвященные. Но это тоже информационный повод, чтобы создать репортаж на основе такого события. Юбилея какого-то артиста делаются, репортажи поздравляют его кучу других людей, с которыми он знаком. Новость – это не только то, что людям необходимо знать, но и то, что им интересно знать. Некоторые редактора думают, что они решают за людей, что им будет интересно. Кто-то угадывает, значит, новости получаются действительно интересными, а кто-то, наоборот, не угадывает. И тогда новости скучно смотреть, а с точки зрения редактора все хорошо. Здесь нужно совмещать. Новость должна быть и интересной людям, и важной людям. Вы должны понимать, так как новостей сейчас очень много, со всех сторон, на нас всевозможные новости, новости, новости. Вот из этой кучи нужно выбирать то, что и интересно людям, и то, что важно людям для их жизни. Репортаж должен быть таким. Когда вы приезжаете на место события, вы рассказываете репортаж не своему редактору, не себе самому, а людям, которые будут смотреть этот репортаж. Им должно быть интересно, даже если это какое-то страшное событие, трагедия, им должно быть интересно, вы должны интересно рассказать об этом, показать с разных сторон, с разных мнений. И это должно быть важно для них, вы должны передать, насколько это касается их. Ну, по сути, иногда приходится придумать такие вещи, какие-то мостики. Но если мы не заинтересуем людей то, что это их не касается, ну вот, произошло что-то на соседней улице, казалось бы, человек живет в другом доме, это его не касается. Но у вас, как корреспондента-репортера, у вас задача рассказать, что всему городу было важно, что произошло на одной улице. Чтобы все люди думали, потому что люди настолько сейчас безразличные, настолько им все равно на соседа своего живущего через лестничную клетку. Поэтому вы, как репортеры, должны понимать, что ваш голос слушают, значит, вы имеете такую возможность заинтересовать. И вот, собственно, новости, репортаж – это ваш язык, то, что вы делаете. Что у меня в конце там? А, ясно. Это, в общем, вам такая подсказочка. Маленький репортаж я прошу сделать от вас на одну минуточку. Не надо много. Можете сделать, насколько хотите, конечно. Может, даже меньше минуты. Но это должен быть репортаж. Что должно быть внутри? Закадровый текст в репортаже. Видеоряд. Ну, это само собой. Да, вы должны заснять что-то. Синхрон или лайв. В репортаже не обязательно должны быть спикеры, которые вам что-то рассказывают. Я вам даже сейчас успею, я думаю, показать несколько примеров. Или не успею. 46. А, начитать текст? Там не везде можно сделать, да. Не везде. Так, знаете, как попробовать, если приложение само позволяет, на камеру, прям включаете камеру и наговариваете текст. И потом просто поверх этого поставить еще видеоряд. Если это возможно, конечно. Ваймуви можно. Ваймуви можно. Да, то есть ваймуви можете так сделать. Можно. Сейчас есть, кстати, бесплатное приложение. Вышло, здесь нет маркера. Вышло у адоба. А он нормальный? Просто есть маркеры, которые не стираются. Этот стирается? Стирается вроде. Так, адоб премьер. Вот посмотрите, просто адоб в бете. Это вышло на ios недавно, просто адоб или премьер. И там такое приложение, оно работает и на планшетах, и на смартфонах. Оно бесплатное. Там можно по порядку выставлять видео и сохранять. А на маке вообще есть iMovie. Зачем еще что-то? Да? Да. Оно бесплатное. Оно должно идти вместе с компьютером. Вот. Синхрон. Не обязательно синхрон. Это может быть какой-то звук, лайф маленький. Лайф – это когда часть жизни показывается какая-то. Стендап – это вы в кадре. Я бы хотел увидеть вас в кадре. Это ваш первый опыт будет, но мне просто интересно, и мы с вами обсудим это. Лид – это первый абзац текста. Это самая важная часть, которая зацепляет зрителя. Первые слова, которые вы говорите в своем репортаже. Поэтому всегда относитесь к этому очень скрупулезно. Что вы говорите в самом начале, какие слова. Это может быть интрига какая-то. Так, чтобы вас смотрели дальше до конца. Или это может быть какая-то важная информация, новость. Сегодня произошло то-то. И человек скажет, что? И дальше слушает. Ну, я так квадрировано, конечно. Первый абзац, он должен быть интересным и захватывающим, чтобы человеку было интересно. Так, сейчас я вам покажу, насколько вы захотите. Вполне несколько репортажей взял. Вот такой сначала давайте посмотрим. Сейчас мы направляемся к одному из терминалов аэропорта. Нас везет полевой командир, его зовут Гиви. Вокруг горящие здания. Мы уже почти на месте, и у нас внушительное сопровождение, нас охраняют. Итак, мы на месте. Мы прибыли на территорию донецкого аэропорта. Он полностью разгромлен. Боевые действия продолжаются. Я сейчас нахожусь в одном из административных зданий. Как видите, все оборудование выведено из строя. Административный корпус разрушен. Здесь находятся ополченцы, а украинские войска расположились в километре отсюда. Ополченцы предупредили нас, чтобы мы не подходили к окнам. В целом, насколько я понимаю, сейчас здесь довольно безопасно. Но все же нам рекомендовали завершить съемку и уехать как можно скорее. Сейчас мы находимся у торца административного корпуса. Вы видите, что на позиции стоит ополченец. Он нас прикрывает. Хорошо заметно, что здание полностью превращено в руины. Дежурные сменяют друг друга каждые несколько часов. Я не могу долго говорить, поскольку вот этот боец прикрывает меня сейчас, рискуя собственной жизнью. Роман Косарев, РТ, Донецк. Ну вот классический репортаж с места событий. Это вот аэропорт донецкий, который все обстреливают со всех сторон. Вы видели, что репортер приехал. Он говорит о том, что он едет туда. Потом он находится на этом месте. Показаны кадры. Здесь нет синхронов. Здесь была маленькая пауза. Что-то вроде лайфа. Но это не лайф на полном серьезе. Но пауза в стендапах была. Как воздух такой. В общем-то, лайф это когда, ну допустим, был бы выстрел. Но здесь, слава богу, никто не стрелял. То есть, они просто поснимали в данном случае. Здесь все построено на вот этих самых стендапах. Все видео. Он в машине. Он вышел, показывает, где был аэропорт, то есть, за помещение. И потом вот здесь еще стоит. То есть, три таких точки у него было. И часть видео была перекрыта картинкой, иллюстрирующей это все. То есть, вот такой классический вариант. И видео еще одно с ним даже есть у меня. С начала конфликта на Украине русская православная церковь подвергается гонениям по всей стране. За время так называемой антитеррористической операции было разрушено или побеждено несколько церквей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. В одном восточноукраинском городе появились листовки с призывами убивать священников УПЦ. Здесь стоит пояснить, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата и канонически непризнанная Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата существуют отдельно друг от друга. Националисты призывают священников РПЦ либо перейти в правление Киевского Патриархата, либо покинуть страну. В одной листовке написано, что каждая свеча, поставленная в Московской Церкви, это сожженный живьем украинец. Такова риторика националистов. Здесь построение немножко другой репортажа. Здесь что-то вроде включения прямого, то есть он стоит, говорит текст на камеру и дополнительно идет картинка. Здесь нет синхронов, но здесь есть документы, сканированные листовки, планы разрушенных церквей, разрушенных храмов, которые подтверждают слова, разрушенных войной или разрушенных умышленно, только именно храмы. Это уже другой вопрос. Но все слова подтверждены, это обычный репортаж с места событий. То есть вы можете сделать любой вариант, я сейчас еще может быть покажу вам. Ну и так вы же телевизор смотрели когда-нибудь «Жизнь», правильно? Репортажи видели. Я вам показываю примеры, которые… классический репортаж. Так, репортаж, репортаж. Ну давайте вот вообще из другого города. Это вообще региональное телевидение. Помимо угощения, гостям праздника еще и рассказали, как ухаживать за буренками. А кульминацией стал парад коров. А то, как это было Александра Тиняева? Это корова. Ты, коровка, сено ешь. Набивай свои бока. Мы хотим, чтобы ты родная дала больше молока. Это вот лайф в начале, да? Смотрите, просто такая иллюстрация. Малышка, Солька, впервые эти коровы примерили кроме традиционного колокольчика, ленты и бантики. В главах селения Ильгены, когда на месте фестиваля, Нина Судачкова долго уговаривала на семчан участвовать. С каждым человеком разговаривала. Ой, да вот мне надо его в это время доить, да вот мне в это… Ну, понимаете, как-то ведь у нас русский человек, он… Да последний, а потом он соглашается. А потом уже было заявлено 10, потом уже 12. Хотя мы беспокоились, что такое огромное количество народа на праздники чрезмерное внимание истребожит животных. Но фото вспышки и шляпки на рогах за омских буренок не испугали. Да вот, видишь-ка, и то сын, и то я надеваю. Вот, смотрите-ка, нормально. Чистим ее, мыл ее. Семья маленьких привела на конкурс сразу двух коров альширской породы. Говорят, очень ласковые и к человеку приветливые. Хозяева отвечают взаимой любовью. Если вы не подойдете, скажите, красавица, она будет душами шевелить. Это очень важно. Когда корову подходишь с приятной душе, она будет спокойно к вам относиться. Большие рога, умные глаза, каждая корова красиво по-своему. Но главная ценность для хозяина все же в молоке. Некоторых пришлось подарить во время конкурса. Сколько здесь? Витров семь-шесть. Но это хорошо для нее? Да, это обеденная дойка. Обычно утром дают больше, вечером поможет. Кто из гостей фестиваля заранее запался бутылочкой, мог здесь же попробовать парного молока. На поле работали молочные ряды с домашней творогом, сметаной и сыром. Пока коровы получали глаза поклонников, на сцене шел концерт. А те, кто посильнее и посильнее, соревновались не менее качественно сбить масло в банке. Хотя бы городским нашим детям показывают, да, как появляются продукты в нашем холодильнике. Да, какой тяжелый труд стоит за этим. И, наверное, через вот любовь, через любовь к животным мы можем, наверное, возродить уважение к сельскому труду. Безоговорочную победу в конкурсе «Красота» держала корова Джессика джерсийской породы. А в Заокском надеемся, что теперь фестиваль станет традиционным. В селе 296 коров. Молока на всех хватит. Александра Синева, Алексей Багнов, Рэнт Райзен. Ну, вот такой вот, да, репортаж. Здесь, к сожалению, нет стендапа, но ладно уж. Видимо, корреспондентка застеснялась. Хотя находилась на месте события и могла бы сделать стендап, могла бы записать. Вот от вас требуется что-то, то, что вы сейчас увидели примерно. Да, здесь иллюстрация, видите, показана вот в этом про коровок, да, несколько моментов. То есть, это выставка, это то, что их там доят, продают молоко. И вот то, что кроме этого еще какое-то гуляние есть. Такие как бы части репортажа. Вам не обязательно там много частей делать. Это просто сложно будет для вас. Пока сделайте какую-то маленькую, маленький репортаж о чем-то одном. Это просто будет попытка. Вот такая. Ну, надеюсь, что все получится. Редактор субтитров А.Семкин